Сегодня утром в сети появились кадры ДТП на улице Барсоева. На них видно, как бензовоз разворачивается на встречную полосу и перекрывает часть дороги. В этот момент в него на полном ходу влетает бежевый кроссовер. К счастью, таран не привел к взрыву цистерны. После столкновения фура протащила легковушку еще несколько метров и перекрыла движение в сторону левого берега. Образовалась пробка. Пострадавших нет. Еще одно утреннее ДТП. На этот раз тройное. На остановке Универмаг юбилейный трамвай врезался в микроавтобус, а тот задел иномарку. Фото ДТП появилось в телеграм-канале Аварком. Там же указали и возможную причину ДТП – отказ тормозов у трамвая. Однако в МУП с этим не согласны. Аварийному комиссару следовало бы знать специфику движения транспортных средств в зимнее время. Зимой, особенно во время выпадения осадков и усиления морозов, увеличивается тормозной путь трамвая по причине возникновения такого явления, как ЮС. МУП управления трамвая призывает водителей не перестраиваться на пути вблизи движущихся вагонов. На этих кадрах последствия ДТП на Плодово-Ягодной улице. Две иномарки столкнулись лоб в лоб. Одну машину развернула, другую выкинула на обочину. О пострадавших не сообщается. Жрицы любви обокрали у лондонского слесаря. Пока он спал, девушке украли 55 тысяч рублей. Накануне мужчина получил премию и решил хорошо отдохнуть в компании двух дам с низкой социальной ответственностью. Но перебрался алкоголем и уснул. Когда слесарь проснулся, ни денег, ни ночных бабочек уже не было. Мужчина подал заявление в полицию. Девушек пока не нашли. Бурятская лыжница лидирует на чемпионате Уральского федерального округа. Мастер спорта международного класса Алиса Жамбалова отличилась в гонке на 10 километров в классическом стиле. Она опередила ближайшую соперницу почти на минуту. Это первая медаль Алисы в сезоне. В Таткаре, когда были соревнования, там было морозно, лыжи катили туго и не чувствовалось скорости. Здесь уже погода посыплее, трасса жесткая, поскорее. И хотелось именно на такой скорости хорошо поработать. С музыкой к победе в ОЛНД впервые выступит ансамбль песни и пляски техоокеанского флота. Концерт пройдет накануне Дня защитника Отечества. 18 февраля в 16.00 в физкультурно-спортивном комплексе. Возрастное ограничение 6+. Субтитры создавал DimaTorzok